Привет, YouTube! И это видео о врачах и целителях-мракобесах, которые калечат людей своими отбитыми методами лечения. И начнем с отзывов пострадавших. Прохожу 13-й день чистки. Ночью побежала к белому другу, из желчного пузыря вышли камни. Весь день бегаю в туалет, слабость и тошнота. Зато улучшилось сырьение очень круто. Я уже двое суток без еды. Это фантастика. Ощущения космические. Приняла соду. Начались резкие боли в кишечнике. Задыхалась и думала, что умру. И чего? Только еще там люди не увидели и не испытали. Потому что меня очень тогда напугала новость про девушку, которая попала в реанимацию. Даже был период, когда я была уже сильнее там, и я хотела попробовать кипитар. Я понимаю, я сейчас сама себя слышу, я в ужасе. Я пробовала какие-то коктейли вот эти. Не коктейли, смузи. Чесночные. У меня в них тошнело. Буквально тошнело. И люди там остаются. Люди платят деньги. Люди слушают это. Люди рискуют своей жизнью. Все эти жуткие истории. Комментарии о лечебном курсе Валерии Лукьяновой. Да-да. Той самой куклы Барби, о которой я уже не раз рассказывала в рубрике «За шквары недели». И когда мне написали пострадавшие с просьбой осветить эту тему в рубрике «Врачи мракобеса», я даже не восприняла все это всерьез. Ну, в самом деле, Лукьянова же про мистику, про инопланетян, про выход из матрицы в виде сот. Это же просто, ну, посмеяться. Но нет. Мне показали ее закрытый клуб, в котором лечат людей такими методами, от которых можно натурально сдохнуть. Мы связались с пострадавшей, которая была в ее клубе три года. И узнали то, от чего у нас просто зашевелились волосы на голове. Поэтому, друзья, этот ролик печальный, ну, потому что озвучу историю пострадавших. И даже мерзкий, потому что будут некоторые фото. Поэтому те, кто сейчас ест, вкусняшки отложите. А анонс следующий. Вы узнаете, зачем Валерия пьет сама и предлагает своим ученикам скипидар и дышать ртутью. Какой некий целитель способен вылечить отит за час удаленно? И почему в любой вашей болезни виноваты родители? А также, как провокативный психолог из-за нельзя грамма, за один сеанс подобного дрыганья из кривого позвоночника сделает ровный. Если вдруг вы сейчас на меня смотрите и такие, да, у меня есть история для Кати. Прямо сейчас, друзья, бегом в мой телеграм-бот. Если очередной мракобес намозолил вам глаза, давайте с этим бороться вместе. Скидывайте все прямо вот сюда. Ну, а я приступаю к обзору. Поехали. Итак, Валерия Лухьянова. Если кто-то не знаком, рассказываю. Перед вами графиня-исследователь, трансгуманист, писатель и композитор почти с двумя миллионами подписчиков. И прославилась эта многогранная личность благодаря своей необычной внешности. И вместе с этим начала выдавать сочный контент. И сейчас мы упустим конспирологию, эзотерику, а углубимся в окололечебные приколы. Вот, например, тема номер один, которая, ну, прям-таки, знаете, красной нитью проходит через весь блок. Паразиты. Не спешите закатывать глаза, пока обычные нелезиограмм-врачишки выписывают лечебные программы от глистов. Лера пошла дальше. Лечит от паразитов, которых нет. Я ничего не перепутала. Просто Лерусик уверена. В теле каждого человека живет страшный то ли червяк, то ли осьминог. В общем, что-то с щупальцами, который разрушает вашу волю, подчиняет себе, а называют их гидрой. И не та, о которой вы подумали, мои маленькие шалунишки. И если вы уже начали бояться паразитов с щупальцами, не стоит. Ведь у Лукьяновой и есть свой закрытый клуб. А тут у вас и третий глаз откроется, и исцеление придет. Если вы попробуете пожить по этому кодексу хотя бы полгода, ваша жизнь круто поменяется. У вас откроется материальный поток. Многие люди жалуются, что не могут заплатить, сколько там, 50 долларов, по-моему, в месяц за обучение у меня в школе. Так вот, просто смотрите бесплатно это видео, у вас откроется поток, и вы сможете попасть в мою школу. Благодаря моим же собственным знаниям. Омоложение до любого возраста, которого вы захотите. Вы представляете себе, какие это возможности? Изгонять паразитов, которые заставляют вас стареть, болеть, умирать и тупить. В общем, перспективы заманчивые, не так ли? Пока я все это рассказывала, гидра перекрывала мне горло, наверное, раз 15, и мне приходилось от нее избавляться. Я вот так впечатлилась от этого видео, что уже одной ногой бегу получать скрытые знания. Ну а как иначе-то, если в клубе нам обещают мощный биохакинг? Тут у нас и бессмертие по авторской методике, омоложение мозга, и нутрициология с таким же авторским питанием. Окей, я прочекала все группы с клубом. Называется он, кстати, Амату Рекс Деюс. Если вы не против, дальше я не буду называть его. Просто, короче, клубешник. И в клубешник пускают не всех. Во-первых, надо быть состоятельным, ну потому что отстегивать ежемесячно по полторы тысячи рублей явно может позволить себе не каждый. А во-вторых, мотивированным и беспрекословно верить каждому слову Леры. Ну и если повезет, и тебя выберут среди других претендентов. По крайней мере, именно так написано на сайте. Сейчас вот, например, набор в школу закрыт. Но это не значит, что я не смогла туда пробраться и узнать самое тайное и потаенное. Я нашла пострадавшую, которая была в клубе целых три года. И ей есть, что вам рассказать. Когда я попала в это сообщество, я сначала не думала, почему это может привести, и почему это может привести меня, других людей. Это дало мне биполярное расстройство. Нахождение в Экзеус. Я очень тогда напугала новость про девушку, которая попала в реанимацию. Некоторые люди реально с ней общались, а у меня нет с ней контакта, но тем не менее она есть. Даже был период, когда я была уже середине там, и я хотела попробовать кипитар. Я понимаю, я сейчас сама себя слышу, я в ужасе. Меня спросило то, что я не нашла негативский пидар. Я думала купить, и я не нашла. Я вот так вот не попробовала. Я пробовала какие-то коктейли вот эти, не коктейли, смузи, чесночные. У меня в них тошнило, буквально тошнило. В основном люди делают практически все добровольно. Они искренне верят. Они искренне подобаются обществу буро и готовы на все. Но вот сейчас я очнулась, да, я вышла, а вышла только для того, что у меня появились отношения, я начала контактировать с другими людьми, и люди там остаются, люди платят деньги, люди слушают это, люди рискуют своей жизнью. Загибаем пальцы. За время пребывания в клубешнике моя пострадавшая первая приобрела биполярное расстройство. Второе. Тошнила чесночными смузи, которые нужно было пить исключительно на голодный желудок. Третье. Пыталась выпить скипидар. И четвертое. Наблюдала, как такую же последовательницу увозят в реанимацию. И это даже не половина из всей жести, о которой мне рассказали. Но остановимся на скипидаре. А зачем, собственно, его пить? Вряд ли это какой-то хитрый способ поймать связь с космосом. Вот Валерия пишет. «Я не пью воду совсем». И дает рецепт альтернатив. Среди них как раз-таки тот самый коктейль из скипидара. К нему еще нужно добавить мед, семечки тыквы, ваниль и мяту. Вуаля, напиток бодрости готов. Еще чуть-чуть и просто... Если что, скипидар, в принципе, используют в химической промышленности. Употреблять его внутрь нельзя. Лот номер два. Дышать над артутью, чтобы добиться бессмертия. Ну, потому что после этого, цитирую, открываются сверхспособности и активируется память прошлого. Казалось бы, дно пробито, но нет. Девушкам нужно делать свечи и тампоны с дегтем и с эфирным маслом грейпфрукта. Если что, я не про декоративные свечи, а те самые, которые буквально просят засунуть в самое интимное место. Добавьте к этому безобразию кучу сомнительных бадов, добавок и советик употреблять медь. А девочки, которые заплатили минимум по полторы тысячи за месяц в этом мракобесном глубешнике бегут и делают. А потом делятся результатами. Вот кто-то разбил градусник, подышал артутью, его после этого приключения штормело целый час. Но все нормально, ведь спецэффектов больше не было. Вот у кого-то после волшебной водички в перемешку со слабительными камни из желчного пузыря выходят. У другой пропал аппетит и изменились вкусовые предпочтения. Как хорошо. Но мое самое любимое с маслами и дегтем. Лукьянова пишет, после процедуры уменьшаются половые органы. У нее подруга вот спустя 3 года и 24 чистки обнаружила такой подарок. Правда, они там цвет на синий поменяли, но ничего, зато меньше стали. Надеюсь, все это шутка. Но потом я увидела отзывы реальных людей и просто офигела. Я предупреждала вас о вкусняшках. Ну, если что. Участницы начали жаловаться на то, что в критические дни из них выходит синяя кровь. А у другой что-то вышло из внутренних стенок того самого места. Я не шучу. Врач-гинеколог в комментариях предположил, что это может быть слизистая матка. Но давайте все-таки подробнее о чистках, которые излечат от всех болезней и подарят вечную жизнь. В нелезиограмме Леры я наткнулась на очистку детокс головы, активация мозга. После нее у вас промоются все пазухи, даже те, которые никогда не промывались. Вы почувствуете себя младенцем. Изменятся запахи и вкусы, но самое главное откроется квантовое зрение. Уж не знаю, что там были за рецепты. Этого узнать пошла на попятную. Данные чистки не могут быть дальше продолжены в условиях данной реальности, в данных реалиях. Поэтому с этого момента мы будем проводить, скажем так, чистки только по улучшению здоровья, чистки органов, улучшения всех систем организма и омоложения. Больше не будет проведено чисток, направленных на бессмертие физического аватара, а также перепрошивку человеческой ДНК. Чистки на бессмертие будут проходить раз или два в году и только для золотых игроков. До золотых в кавычках игроков я добраться так и не смогла. Зато представляю вашему вниманию чистку обычную для здоровья и против паразитов. Вот, например, так называемый рацион на 4 дня. Каждые 3 часа стакан с хлорофилом, вечером натоща каменная мумия. Скажу по секрету, это испражнение летучих мышей, тампоны с чесночной водичкой на ночь. Запиваем все это слабительным и углем. А вот еще утром у нас спортивные добавки. В течение дня двор эвкалипта, эфирные масла с водичкой, тампон с дегтем на ночь. Я уже молчу о том, что дегтярные повязки не рекомендуют держать на коже больше получаса. А тут самое интимное место и на всю ночь. Про чеснок даже говорить ничего не буду. А стоит вообще удивляться тому, что половые органы после таких приколов начнут уменьшаться. Ну, а самый смак это то, что верующие игроки не только все это делают, но и публикуют результаты. Вот таким вот образом из них выходит гидро. Блин, а почему на тарелке? Не знаю, может только мне так кажется, но если начать рассматривать собственные испражнения, там можно и красиный хребет разглядеть. Или я не права? Хотя, что еще из человека может выйти, когда есть практически ничего нельзя? У вас уже полная паразитарная подмена личности. Все, вы слышали вообще о чем говорят эти люди? Эти люди говорят о том, что они будут жрать. Эти люди с утра до вечера общаются только о том, что они будут жрать. Вы заметили это? Жрать, 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 жрать. Мне хочется спросить, ты вообще кто такое? Ты клоака зловонная. Ты только о еде думаешь. Это просто шок. Это уже не человек. Это не человек. Это паразит. Но в этом клубешнике возмущаться и идти против слова Валерия нельзя, иначе вас могут в унитаз. Даже выжиться лучше не стоит. Пишет это все, кстати, главный паразитолог и преиспешник Лукьяновой Анастасия. К слову, образования соответствующего у нее нет, но я бы скорее удивилась, если бы оно было. Пришлось бы заканчивать институт альтернативной гидрологии. И самое страшное, что после этих угроз люди действительно боятся рассказывать о жести, которая происходит. А многочисленные хорошие отзывы на страничке самой Лукьяновой тоже легко объяснимы. Просто это обязательное условие, если вы хотите дальше пройти в элиту или, например, получить рецептики чистки бесплатно. Вот так вот. И если честно, поговорив с пострадавшей и изучив всю информацию, вся эта движуха, она очень, очень напоминает мне секту. Реально. И вот вы смотрите на эту девочку-красавицу и думаете, ну она-то на такое не способна. Ну, это как посмотреть. Какую мы можем создать структуру на фоне, на базе нашего клуба, где каждый может зарабатывать. Вот я постоянно об этом думаю. Я заметила одну очень клевую схему. Я уже давненько изучаю одну секту. Мы могли бы взять эту схему, чтобы каждый изучил, но распределить заработки честно между участниками. Естественно, в широком клубе Рекс Деус об этом никто не должен знать, потому что там здесь есть только олухов, которые как раз мы должны использовать. В целом, сейчас Лерочка и раскрыла свою схему заработка на доверчивых олухах. Кстати, я уже говорила про стоимость клуба полторы тысячи рублей в месяц, но чем дольше ты там находишься, тем больше начинаешь платить. Хочешь продолжать познавать мир? Повышай ставки. И я просто в полном шоке. Как это вообще реально в 2023 году? Почему это никто не контролирует? У одних нейросети, у других скипидар вместо воды. Ртуть на закуску. Ну и кстати, если с вами что-то случится, виноватых не найдете. Вы сами подписываетесь под этим, когда приходите в клуб. Берете свое исцеление на себя, а у Леры никакой ответственности нет. Так что Лера молодец. Винить ее ни в чем. Это просто советы. Но и при этом не хочу осуждать никого, кто как-либо взаимодействовал с этим страшным клубом. Людям там промывают мозги, запрещают говорить об этом родственникам и тупо запугивают каким-то инопланетным порабощением. И знаете, друзья, в этот раз я ставлю Лукьяновой шесть звезд мракобесия из Петину. Ну потому что доить с людей деньги, уродовать их, а потом называть олухами, это не ок. И за это нужно нести наказание. Друзья, если вы разделяете мое мнение и считаете, что о таких методах лечения недостаточно только рассказывать, давайте вместе продвинем это видео в то. Подобные секты надо запрещать и закрывать, чтобы Лукьянова и ее приспешники перестали зарабатывать на этом. Для этого обязательно отправляйте это видео своим друзьям, ставьте лайк, отправьте соответствующие органы и, конечно же, подпишитесь на канал, потому что я верю, что вместе мы сила и сможем помочь людям своей глазкой. Спасибо вам за то, что остаетесь вместе с нами. И если вы немножечко загрузились, давайте сейчас выдыхаем, расслабляемся, дальше будет оргазмически весело. Не шучу. Сегодня необычный выпуск. Досмотрите до конца. Так, ну что, хватит с нас конспирологических ужастиков, пора обсудить более земные проблемы. Например, с вашими родителями. Признавайтесь, наверняка накопились. Тогда знакомьтесь с нашим следующим героем. Вадим Санжаров. 9 лет помогает людям психосоматикой и радует своими знаниями почти полмиллиона подписчиков. Заявка на победу. Но про родителей я у вас не случайно спросила. Просто все проблемы у нас оттуда. Ну, прям оттуда? Опыт, который влияет на всю нашу жизнь, мы его не помним. Это внутроутробный период. В внутроутробном периоде зарождаются самые главные конфликты, которые управляют всей нашей жизнью. Когда ко мне приходит человек и говорит, у меня наследственные заболевания, я его спрашиваю, и что? И часто человек не может ответить на этот вопрос. Но нужно мыслить иначе, потому что болезни – это жизненные стратегии. Соответственно, мне нужно жить не так, как жили мои предки, те, кто болел. Соответственно, мне нужно думать, чувствовать, ощущать по-другому. Привет, психосоматика, работа своим внутренним миром. Мне нужно поменять свои пищевые привычки, заняться спортом. В общем, поменять всю свою жизнь и стать первым человеком в своем роду, который не болеет. Зачем в проблемах обвинять себя, если можно обвинить мать? Правильно? Классно. Только вот что значит говорить и мыслить иначе, чем предки? Это типа огурцы, как бабушка, не закатывать и на жигулях больше никогда не кататься? Хотя Вадим реально профи, даже семинары разоблачающие делает про отношения с родителями. Тайная власть родителей. Пахнет теорией заговора. И тут, конечно же, первым пунктом стоит влияние родителей на иммунитет и кровеносную систему. Окей, вебинар хотя бы был бесплатный, и на этом спасибо. Хотя, позвольте, я сейчас, друзья, сэкономлю вам время и расскажу все сама. Вот Вадим приводит в пример ряд заболеваний. Мигрень, проблемный кишечник, аутоиммунные заболевания. От них можно исцелиться раз и навсегда. Как, спросите вы? А Вадим ответит, излечив детскую травму. Просто вам нужно понять, что с вами случилось, и простить себя в воспоминаниях. Хотя, о чем я говорю? Вот Вадим даже результаты показывает. На протяжении четырех лет девушка испытывала агрессию, из-за которой потеряла контакт с мужем, сыном, окружающими, а после и вовсе получила неврит лицевого нерва, довела себя. Но, пойдя в психосоматику, девушка смогла решить запрос с невритом и наладить контакт с близкими. Помню девушку, которая ко мне пришла, ей назначили операцию по удалению полипа в пищеводе. Мы справились с ней одну сессию, через месяц она пришла на операцию, а уже удалять было нечего. Ну так что? Кажется, волшебная таблетка от всего наконец найдена. Миомы, неврит, экзема, полипы. Перед Вадимом все серьезные болячки отступают. Хотя результаты действительно впечатляет. Я уверена, что за этим стоит глубокая и, главное, долгая работа. Что уж и говорить о таких относительно несерьезных проблемах, как АТИТ, например? У тебя острый АТИТ. Ты в глуши, в деревне, рядом нет никакой больницы. Шок, правда? Это реальная история нашей участницы. Но она изучает психосоматику, она задает себе вопрос, а что сейчас я не хочу слышать? Ответ на поверхности это соседняя вилла, откуда днем идет музыка, которая ей не нравится и деться она никуда не может. Что делать? Как менять свою реакцию? Слава богу, у нее есть практики, которые я даю на курсе. Она слушает медитацию, меняет свое состояние и на утро ухо уже не болит. Ну, вы поняли, да? Механика очень простая. Болит у вас ухо, значит, не хочешь ты больше слышать песни инстасамки с соседней виллы. Болит глаз, не хочешь видеть, болит жопа. Ну, вы поняли. Но идем дальше. А каждый наш шаг и лишние эмоции вызывают что? Правильно. Новую болезнь. Разозлились? Привет, проблемы с желчным. Накричали на кого-то. Вот тебе и болячки, с ЖКТА. И с кожей тоже. Боишься? Рискуешь потерять зрение и заработать пневмонию? Ну, и не испытывать эмоции тоже нельзя, ведь они тоже вызовут ряд проблем. С позвоночником, костями, печенью, почками, панические атаки. Так я, правда, запуталась. Можно злиться или нет? Или надо выбирать меньшее зол? Типа, а я хочу, чтобы у меня заболела рука или глаз? Ладно, это все, конечно, шутки, но, кажется, я стала понимать, куда клонит наш врач Вадимка. Смотрите, просто, чтобы найти причину болезни и исцелиться, нам нужны правильно его курсы. Ну, как иначе? Вот, держите новый курс психосоматика, родовые программы. Всего за 17 тысяч рублей. А если хотите чего-то посерьезнее, берите сразу годовую программу по психосоматике. Стоит всего ничего 80 тысяч по скидочке. Вот он, начался аттракцион неслыханной щедрости. Ладно, ребят, на самом деле, у Вадима еще есть книга всего за 500 рублей. Мне кажется, оптимальная золотая середина. Только если там не будут рекламировать годовую программу для всех впечатлительных. Хотя, уверена, Вадим вас не удивит, так как Илья провокативный психолог с аудиторией почти в 60 тысяч подписчиков. И это тот случай, когда нужно один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что это было? Я тоже задалась этим вопросом, когда наткнулась на этот аккаунт впервые. Осознанность тела. Мы начинаем осознавать свое тело и где-то начинаем замечать, что у нас что-то напряжено. И достаточно просто направить туда внимание, чтобы там расслабилось. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. В общем, перед вами так называемая сенсорная практика. А наш провокативный психолог своими чудо-ручками может разблокировать нечто, что вызывает кайф и экстаз. Ну да, тот самый экстаз, только не в прямом смысле слова, а ощущение, которое на него похоже. Кстати, я пока готовилась к этому выпуску, нигде не нашла научных объяснений или доказательств тому, как это работает. Да и вообще, такого понятия, как сенсорная практика, в принципе, тоже не нашла. Что же это получается? Или я первооткрыватель? Возможно, я плохо искала. Напишите в комментариях, я обязательно изучу. Просто своих подписчиков он уверяет в том, что это не только способ кайфануть и разблокировать эмоции, но и излечиться. Мы мало умеем коммуницировать со своим телом. И это решает огромный набор проблем. И это один из вопросов, которые задают люди. Какие, зачем? Зачем этим всем заниматься? Ну, во-первых, здоровье, да? Различные травмы, которые получает человек, шишки, переломы, надрывы и так далее. Это все может прорабатывать внутренние всякие истории. Тоже там больные месячные, различные зажимы. Это все классно прорабатывается. То есть, как объясняет целитель, организм включается и по-другому реагирует на прикосновения. Достаточно положить ладонь на позвоночник, и все искривление превращается в здоровую осанку. И все это буквально за одну сессию. Представляете? Сейчас все люди с сколиозом такие, что? Интересно, а вот такие вот заявочки на БДСМ кого-то тоже исцеляют? Выглядит, если честно, не очень безопасно. Или я продираюсь? Да, смотрите, аккуратнее с этим. Тут у человека панические атаки могут начаться. Пари хоть, пари. Убедитесь, что человек, ну, его чуть-чуть накинули, смотрите, он как реагирует еще. Он дышит, ему норм? Я норм? Ага. Дорогой YouTube, мне не передать всю ту боль и унижение, когда я пытаюсь доказать тебе, что это не убийство, а массаж при загрузке видео. Где система спрашивает, а есть ли в вашем видео сцены насилия? Цены на эту очную встречу по обнулению всех чувств тела я, к сожалению, так и не нашла. Зато нашла онлайн-обучение и, если честно, немножко выпало от суммы. Скажу вам так, уникальные знания, о которых не знает наука, реально золотые. Самый дешевый тариф стоит 55 тысяч рублей со скидкой, самый дорогой 300 тысяч. Как вам такой разброс? Не буду утверждать, что все вот эти тряски в конвульсиях полная ложь. Кто знает, на какие секретные точечки можно нажать, чтобы добиться такого. Но я слабо верю в исцеление за одну сессию. Но уверена, что Илюха на этом очень круто зарабатывает. Ставлю моим звездочкам Вадиму и Илье две звезды мракобесии из пяти, потому что их услуги дорого обходятся. Намек на окололечебный контент тоже имеется. Но после Лукьяновой я хотя бы смогла развеселиться. Фух. Ну что ж, друзья, хватит на сегодня. На этом у меня сегодня все. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Всем скоро, буквально в следующем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий. Все. Пока-пока.